Всем привет! Сниму видео такое болтологическое, кому тема актуальна, про ВНЖ, про законы, которые сейчас меняются. Немножко веду в курс дела на месте, что он здесь происходит. Информации не очень много, она в основном, конечно же, из уст в уста передается. Но хочу вас ввести вот в курс атмосферы по ВНЖ, по туристическому, что, сейчас, как. Я просто недавно в новости, когда выпускала, там был заголовок ВНЖ «Всё», и многие подумали, что это кликбейт какой-то. Нет, просто я на самом деле немножко затронула тему ВНЖ, но сильно ее не раскрывала, потому что я решила снять вот это видео отдельно на эту тему. Заявление в официальных СМИ на телевидении о том, что якобы сейчас в Турции проживает около 2 миллионов граждан Сирии, которые уже успели за эти годы получить турецкое гражданство, то есть именно с паспортами. Это была волна возмущения, и тогда наш такой госорган, который комментирует, опровергает фейки, короче говоря, русском надзор турецкий здесь в Турции, они заявили официальную статистику, опровергли эту информацию, потому что Гуча огромная начала. Гуча заявили о том, что в стране официально проживает 238 тысяч сирийцев, которые получили турецкое гражданство. Не 2 миллиона, а 238 тысяч, среди которых 104 тысячи – это дети, которые получили свое гражданство просто автоматически от своих родителей. То есть типа по факту у нас примерно 134 тысячи сирийцев, которые получили турецкие паспорта. Об этом, короче, МВД Турции заявляли. В общем, сказали, что информация из других источников СМИ была неверная про 2 миллиона, типа успокойтесь, вот мы вам верную даем. Отмечается, что ранее в одной из телевизионных вообще публикаций вообще говорили изначально, что в Турции проживает 2,5 миллиона турецких граждан, которые были сирийцами, сейчас получили паспорта. Короче, вот эти цифры, масштабы, потемки, но это корень того, почему сейчас мы к этой ситуации с ВНЖ-то приходим, почему перетрубаться. Если кто планирует ехать сюда и говорит такой, что там по ВНЖ, дают, не дают? Не дают. Все так же, как и раньше, не продлевают, не дают, не всем выборочно, всех абсолютно разные кейсы, ситуации и истории. Я знаю тех, кому, например, семья, у них был ВНЖ туристический на год, продлили только одному члену семьи. Остальные через 10 дней должны покинуть страну. Был случай, тоже мои знакомые в Стамбуле, кому продлили одному члену семьи на год, остальным на 6 месяцев. Хотя они вместе, общим кейсом, общим пакетом. То есть это настолько вот этот турецкий рандом, то есть это нельзя как-то логически объяснить, какую-то закономерность найти и что-то просчитать, прогадать, какие-то гарантии, лазейки найти. То есть это абсолютно какой-то человеческий фактор, не везде вообще в этих ситуациях, в разных кейсах непонятно, где логика, по какому общеплану логики все это действие идет. Так что стало ли проще получать ВНЖ? Нет. Когда я сделала заголовок, почему я сказала о том, что ВНЖ все? План, пока что это не работает. Но вот эти законы сейчас подводят к вот этой идее, какая существует у правительства идея. Они берут под контроль туристические ВНЖ, усложняют условия нахождения в стране легального и берут под контроль криптовывод денег. Сейчас очень хорошо шерстят. Кто выводил через крипту, он обналичивал в Турции деньги, полиция, МВД Турции. Они вот эти цепочки, начнем с этого, с криминала давайте, пытаются раскрыть. Скажу честно, как есть, это не какая-то официальная информация, что своими глазами в Стамбуле вижу. У нас она открывалась очень немало в отдельных районах, ларьков, назовем, да, киосков. На самом деле нет офисов маленьких, мини-офисов, поп, наличие у нее крипты. И полиция, и государство поняли, надо это брать под контроль. Это сначала первые два года, когда очень много поехало, да, мигрантов сюда, то они поняли, что что-то мимо кассы очень много денег проходит, правильно? Надо это контролировать. И из наших стран СНГ, русскоязычные, но из разных абсолютно стран, не самые, скажем так, законопослушные люди, получали в ВНЖ и выводили через крипту незаконно полученные деньги отмывания, короче, денег происходит, да. И сейчас максимально все вот эти цепочки, открытые вот эти пункты, кто их держит вообще, кто этими пунктами пользовался и все прочие данные. Киберполиция в том числе, они в Турции, кстати, хорошо работают. Короче, разматывают все эти клубки. И сейчас к чему приходит вот вся вот эта, назовем так, реформа про ВНЖ, это уже давно к этому идет, но сейчас вот больше гайки закручиваются. Какая идея идеального вот этого визового нахождения в стране, в Турции, планируется, к чему приводит государство? К тому, что если ты хочешь жить в Турции на постоянку, первое, ты студент, второе, ты выходишь замуж или женишься здесь, третье, ты можешь приобрести жилье задорого, это 400 тысяч долларов вложения, если мы помним, да, паспорт, цены эти подняли, вот этот приз-курант. Ты можешь здесь официально, легально работать в Турции с турками, пожалуйста, твой трудовой контракт. И для тех, кто планирует заехать сюда, сейчас вот как законы последней подвижки, в Турцию по вот этим условиям, ты заезжаешь сюда, если ты работаешь, то уже по приглашению от работодателя бумажку показываешь, а не просто так сюда приехал и здесь уже ищешь работу. Если ты студент, ты поступил в ВУЗ, сдал там документы, у тебя зачисление, тебя приглашает твой ВУЗ. Если ты замуж выходишь, твой бракосочетание, пожалуйста, ты замужем или там женат, тебя приглашают. Квартиру покупаешь, вот, купли-проба даже, тра-та-та-та-та. Что же с туристами и вот этим всем нахождением? Сейчас этого нет, но идут разговоры, назовем так, сплетни, и неизвестно, когда это примут, но скорее всего, я думаю, скоро, в ближайшее время, сейчас вот туристическое время закончится. Кось, я, мое предположение, ноябрь, декабрь, месяц, октябрь, у нас будут какие-то новости на эту тему, еще не сентябрь, явно они там, не середина октября, вот попозже. Вот это туристический, для разных стран разные визовые условия, но для россиян, в частности, 60 дней, потом пересекаем границы, у тебя еще есть 30 дней, то есть, по сути, 90 дней виза ран ты делаешь, в полгода у тебя. А они планируют сделать нахождение в стране без виза ранов всяких, без документов каких-то, вот подал паспорт на контроль, штампик поставили, ты побыл полгода и должен уехать, без права подаваться на какой-то туристический, не вот эти, которые я раньше озвучила, видов на жительство. То есть, если ты приехал побыть туристом, поплавать в бассейне, покупаться, попутешествовать, пожалуйста, вот тебе полгода в год, пожалуйста, тусуйся, отдыхай, делай, что хочешь. Хочешь строиться на работу официально, ты должен замуж выйти, жениться, на работу устроиться, стать студентом или купить дорогую квартиру за дорого, там, условно, за полляма долларов. Выезжаешь, все это, короче, делаешь, и вот эти документы, которые тут были, они тебе повод заезжать в страну, то есть, пересекать страницу, штамп тебе будут ставить на основе вот этих документов. То есть, твой вид на жительство по работе, рабочая виза, студенческий, замужний и так далее. Эти документики и есть основа для подачи тебя на ВНЖ, на нахождение долгосрочное, больше полугода в стране. Для налогов отслеживать крипту, плати налоги, деньги, откуда ты деньги у себя на родине пишешь, скажешь, вот это все в белую, должна вся эта история быть, а не так, как раньше, где туристическая подача документов была, снял квартиру, как в банк просто деньги положил из воздуха непонятно, ну, это было два года назад, условно, да, ну, вы понимаете, кто эта тема интересуется, как это все было легко. Вот эту всю историю про туристический ВНЖ, вот эта легкость, непонятно концы денег, кто ты, что ты, как ты, вот это все пытаются сейчас привести так законы, чтобы это все ликвидировать. Дело не в том, что никто не винит русских, украинских, казахских иностранцев, которые на ВНЖ такие плохие, здесь не про это разговор. Вот законы, Гёч, для всех одинаковые, для всех иностранцев здесь в стране. И вся вот эта тема заварух пошла, не с вот этих европейских, назовем так, да, русскоязычных иностранцев, а сирийцев. Почему вот эта история по 2 миллиона паспортов вообще взорвала интернет, это очень долго обсуждали, неделю примерно уже поняли, что это масштабы негодования людей. И потихонечку МВД такое вот это опровержение выпустили, на самом деле их там 238 тысяч, а половина вообще 100 тысяч дети с родителями и так далее. Потому что по факту, да, их реально много. Знаете, в чем прикол? Они как беженцы пересекали границу, очень многие осели, получили со временем паспорта, у них много было привилегий, у них сначала были платежи от государства, поддержка финансовая, потом ее не стало. Много здесь открылось всякого бизнеса, нелегального. Опять вот это все криптоотажи в нелегальном поле. То есть они уходят где-то от налогов. И сейчас, если вы заметили, кто в Турции живет, напишите в комментариях, кто здесь из местных или кто в ВНЖ. Даже у кого выданные ВНЖ, стали проверять этим ли я там очень много, вот с Май, Юнь, Юля, Ангус, адреса. Они ходят, полицейские, вот у тебя уже твой, например, вид на жительство, год, 8 месяцев ему. Ну, скоро заканчивается будет. А тебе приходит полиция проверять твой адрес, живешь ли ты по адресу. С этим стало строго. Почему? Потому что, когда начали шерстить всю эту историю, поднимать по адресам, которые в ВНЖ они получали, именно сирийцы, с этого, потому что их большой поток Атамаса, никто ни по каким адресам не жил. Везде подставные адреса были. Везде, вот это все была история про деньги, про адреса, как они в ВНЖ эти. Короче, они условно пересекли границу люди. Вы получили вот этот из воздуха взятый ВНЖ, туристический. А сами по нему работают, налоги не платят, по месту жительства не находят, и государство, и полиция их никак отследить не могут. Много всякого криминала при этом, да, и вот этого, и налоги, и деньги мимо кассы, скажем так, проходят, и криминалы, непонятно, что кого. А плюс еще террористическая вся эта история. Кто, откуда, а может это какие-то радикальные течения религиозные. Вот, куча-куча проблем из этого вырастает. Но если вы скажете, давайте отделим, вот были такие в интернете заявления среди наших русскоязычных, я читала в комьюнити, типа вот, проблему сами правители, ну, как бы политики, да, сделали, а вот эти лазейки, и вот как сетка условно, да, вода, в которую просачивается, сито такое, вот это все вытекает, типа страдаем мы все, нам всем плохо и тяжело от этого. Мы под вот эти законы, мы тоже иностранцы попадаем, давайте отделим. Типа с сирийцем одни законы будут, а нам другие. Ну, извините, так не может быть. Это получается дискриминация по их происхождению. Не могут, извините, сирийцов отдельно отделить, ужесточить им условия получения документов, а вам сделать, оставить, как было раньше, и легко, чтобы было. Простите, их уже здесь больше двух миллионов в стране, если что. И они, два с лишним миллиона, могут быть не, ну, там не два официальных условий, с паспортами, да, на самом деле очень много потенциально разозленных, обиженных людей, которых дискредитируют как-то. И будут, ну, они посчитают это унижением, усложнением этим. Думаете, они молчать, что ли, будут? Они уже везде вот здесь просочились, абсолютные бизнесы имеют, уже в структуру, в жизнь здесь встроились. Это очень чревато. Никто никого отделять отдельно, это и неправильно, и опасно. Никто так рисковать не будет. Поэтому вводят вот это ужесточение для всех, естественно. На данный момент, сейчас, кому легко или как легко попасть в Турцию? Честно, реально, проще всего жениться, выйти замуж, самый легкий путь. Поступить в учебное заведение, это для студентов, для молодых, конечно. Ну, это молодые, там, до 30 лет, я имею в виду. Что еще? Ну, работа официальная. Ну, простите, это трудно найти, будем честны. Если ты хочешь открыть свой бизнес, пожалуйста, ты можешь открыть бизнес, сделать вложения, но ты же должен на одно место иностранца 5 турок нанять. Представляете? То есть про легализацию, да, вот этих документов и всего прочего. Поэтому сейчас вот наш внутри местный какой-то бизнес, кто хочет видеть иностранцев у себя на работе, они обычно спрашивают, что у вас гражданство-то турецкое есть, то есть в приоритете, кто здесь давно живет, уже гражданством обзавелся, для того, чтобы 5 турок не нанимать. Короче, это все попроще сделать, оформить. То есть легальная работа здесь, ну, с гражданством по факту. Чем люди недовольны, вот так скажем, да, волнением, настроением, я скажу как есть. Вот этой быстрой сменой законов, когда 2 года назад все было легко, люди приехали, открыли кто-то бизнес, вложили деньги, купили жилье, квартиры и все-все-все такое прочее. Сейчас эти усложнения законов, и очень многие люди будут вынуждены уехать, продать жилье и так далее. Вот это, вот это плохо, это ужасно, это мне очень жалко, это несправедливо в отношении к ним. Что я еще хочу отметить, что вот если ВНЖ по ТАПУ, по оценке твоей недвижимости, там сейчас пороговая стоимость 75 тысяч долларов. Если оценка ниже этой цены, те ВНЖ не дают. Вот в чем прикол. А какие раньше были цены или на квартиры, то есть очень много жилья, вот этого маленьких квартир, в недорогих и неблагополучных районах, которые покупали для ТАПУ, для ВНЖ и так далее, вот их тоже отсекают. То есть по факту у тебя, например, с жильем сдержать здесь квартира, она маленькая, недорогая, а под ВНЖ ты не попадаешь. Тебе не дают, потому что там 75 тысяч баксов нет. Порог вы сменили вот этот, раньше он другой был. Есть еще у нас вид на жительство по поручительству турка. Он, кстати, вот про него тоже непонятно, тишина какая-то, нигде он в СМИ вот так не фигурировал, вот в этих обсуждениях. Это когда за тебя поручается гражданин Турции, ты на его, по сути, он за тебя говорит, вот все, он там дебоширит, ничего делать не будет, работать не будет и так далее. Вид туристического, подвид туристического вид на жительство это по протекции. Ну, например, это когда за тебя там есть страховку, этот человек там оплачет, за тебя, короче, поручительство несет, там показывает свой банковский счет, что он тебя прокормит, условно содержит мышцы и так далее, и так далее. Понимаешь, что работать ты не можешь по этим документам. Вообще, в Турции ты не можешь работать, если у тебя нет бизнес-визы или у тебя не должно гражданство. Все, по сути. Пусть ты работать никак тут не можешь. Либо тут турист, либо студент. Замужем, если ты тоже не можешь, пока у тебя гражданство. Нет, и жена или муж, короче, без права работать. Там даже в документике, в единожительстве это там прописано в правилах. Работать тебе официально, легально нигде нельзя. Если это поймают, тебя могут депортировать и штраф, и депортацию. Просто выгонят, и все. На 5-7 лет штраф вкатают, депортация на 5-7 лет, и история закончилась. Вот такие, короче говоря, истории про ВНЖ на данный момент легче получать не стало. Важно ли, типа, вот у нас было ВНЖ, может, это как дадут, еще раз повторят, продлят. Вот я говорю, это рандом. Кому-то продлевают, кому-то нет, кому-то отказывают. У меня здесь знакомые, которым легко вообще продлевают, с года в год. Они уже 3 года, 3 ВНЖ здесь получали. И нет проблем. Это прям мои близкие знакомые, друзья. Вот как это объяснить, я не знаю сама. Вот реально, не знаю. Просто подаются, соблюдают пакет документов. У них по поручительству ВНЖ, турка, вообще без проблем продлевают. В этом году, сейчас у меня они опять сбором документов, вроде бы там все в порядке, ждут ВНЖ сейчас пока что там все нормально. Короче, паники еще никакой нет. Вот как? У меня нет объяснений, если они у вас. Вот такое видео на данный момент, как получится, какая-то новая информация. Быстро опять, у нас же меняются законы. Раз, блин, в месяц, две недели, что-то новое. Поднакоплю информацию, какой-то аналитики на эту тему. Я с вами свяжусь, выпущу видео. Пишите ваше мнение, комментарии под видео. Я знаю, что они, скорее всего, будут негативные, шок. Да, мне самой неприятно. Это очень... Несправедливо, я бы сказала, да. Люди, кто-то свою жизнь поменяли, кардинально переезжая. Сейчас такие вот, блин, условия по этому нахождению. Это просто жесть. Это просто жесть. В общем, в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь, кому нужна моя консультация психологическая. Там тоже почта, тема, письма, консультация. Пишите. Скоро увидимся. Всем пока.